Коллеги, друзья, всем большой привет! Вы на канале Давай Запишем, в студии Александр. Сегодня тему наушников мы будем продолжать вместе с моделью AUMH-601 от компании Maono. Готовы? Тогда поехали! Итак, перед вами полноразмерные закрытые наушники с 50-миллиметровыми драйверами, которые имеют сопротивление 32 Ом и работают в частотном диапазоне 20-20 000 Гц. Стоят они на сегодняшний день 3430 рублей. И давайте посмотрим, что хорошего может предложить производитель за эти деньги. Традиционно начнём разговор с того, насколько удобно нам будет работать или просто слушать музыку в этих наушниках. Надеваю. И что? А, собственно, ничего дурного сказать я не могу. Они очень мягкие и вполне удобные. И ещё учитывая, что весят они совершенно немного, что-то в районе 200 граммов, долгое ношение без каких-либо неприятных ощущений вполне допустимо. Так, для начала неплохо. Дальше. Есть в этих наушниках очень интересный момент. Их можно подключать как к левой чашке через большой джек, так и к правой, сделав из большого джека маленький. Что, несомненно, может кому-то предоставить отдельную порцию удобства. Например, рабочее место ограничено, карта стоит исключительно справа, шнур от левой чашки постоянно мешается перед глазами. Переподключаем к правой. Полный порядок. Но и это ещё не всё. При обычном подключении я попробовал подсоединить к свободному мини джек гнезду вторые наушники. И чтобы вы думали, они заиграли вполне нормально. Да, небольшая потеря громкости была заметна, но частотно всё было так, как будто вторые наушники были подключены напрямую к карте. Вот так. Не знаю, возбудит это кого-то или нет, но можно сказать, что функция здесь такая есть, и кому-то она может оказаться весьма кстати. Ну и наконец, качество звучания. Знаете, осуждать наушники, которые стоят 3 рубля за какие-то ужасные грехи, дело вообще-то неблагодарное. И более того, что этим ООНа никак нельзя отнести к страшно согрешившим. Проблемы есть от верхней середины до средневысоких частот, и вы её непременно услышите. И обязательно увидите на графике АЧХ, который нам, как всегда, любезно предоставляет ведущий инженер и управляющий компанией Reference Audio Analyzer Роман Кузнецов. Ну а так или иначе, эти наушники имеют полное право существовать хотя бы просто по одному признаку. Нам не один раз доводилось слышать гораздо худшее качество за более высокую цену. С таким аргументом вряд ли поспоришь. Ну ладно, друзья, слушаем и после короткие комментарии с картинками. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как всегда, первым номером у нас выступает чувствительность. Если сложить все эти цифры и разделить на количество этих красивых прямоугольников, то получится значение 117,6 дБ. Это громче на 6 дБ большинства полноразмерных наушников, которые проходили тестирование в лаборатории Reference Audio Analyzer. А это на сегодняшний день 1010 штук. Поэтому информацию можно назвать вполне достоверной. В итоге большинство оборудования эти наушники раскачает без проблем, фоновые шумы должны быть незаметными. Следующий пункт. Сопротивление. В описании 32, на графике 34,1 Ома, то есть полное соответствие и полный порядок. Ну и в финале всего наша любимая АЧХ. Комментарии, что называется, излишни. В подводке к тесту я уже рассказал о том, что может оказаться не совсем приятным моментом. График перед вами. Если что-то не уловили в тесте, прослушайте ещё раз. Ну и, собственно, выводы сделайте сами. А на сегодня у нас всё. Спасибо, что смотрите нас. Всем больших творческих успехов и до встречи! Серьёзные наушники, поэтому надо очень хорошо постараться. Они очень дорогие, 3000, поэтому надо очень серьёзно подойти к работе. Ты готов, да? Да. Все шесть камер? Всем 10. Отлично, пишу. Поехали.